всем привет дорогие друзья у меня сегодня день работы с двумя орхидейками вот с этой орхидейкой неожиданно я увидала у нее желтенький листик вот я сняла желтенький листик так посмотрела он сейчас вам покажу вам видите вроде бы там ничего такого страшного нет но на всякий случай я намазала шейку вот таким вот средством фунгицидом мазала разбавила сделать кого в кашицу и немножко промазала видите как она у меня стоит так он корик корешки вон еще пить вроде бы как не хотят по так что пока месье и и не поливаю это все подсохнет корни она очень хорошая нарастила это одна из тех орхидей которые я покупала в оценке вот сейчас только еще протру листики вот видите ноябрь 2020 года без названия вот так вот она мне зацвела вот и сейчас покажу вам еще вторую орхидейку даже не знаю что с ней делать но сейчас буду придумывать буду смотреть что с ней происходит ну и 2 вот орхидейка смотрите вот такая вот у нее листочки вот вялые никак она торгов не набирает хотя вот она видите влажная стоит и вот эти вот цветочки смотрите тоже завяли может быть и действительно не хватает вот там вот внизу воды там корни не видно вот и сейчас даже не знаю придется мне наверно все-таки войну типа смотреть что с ней происходит ну что приступим вместе с вами давайте все-таки мне придется наверно может быть как-то сначала верхушечку или может быть придется мне ее наверно достать все таки видите здесь вот влажная верхушечка они с наверно сухой сейчас не и ой не видно тут все гнилое все гнилое видите не знаю придется наверно обрезать ей эти цветоносы и ставить стаканчик в общем что-то она не хочет растить корни вот вроде бы два корешка вон отрастила видите таких небольших но вот эти вот сгнили сейчас я вот это гнильё наверное отрежу почищу отрежу все-таки цветоносы поставлю эти цветоносы бутылочку посмотрим а это поставлю саму орхидейку поставлю стаканчик на доращивание корней что приступаю сначала обрезаю ей так а ножнички я не взяла пошла я за ножничками друзья так принесла ножнички принесла перекись немножко ой упала обшикаю перекись все эти ножнички что сильно коротко обрезать не буду вот так вот приблизительно наверно все таки обрежу будет видно потому что тянет она соки на цветоносы поэтому наверно и корни не растит надо было это сразу сделать а я пожалела пожалела и видите пожалела это вот жопку эту тоже срежу она как раз сухенькая это попка сейчас вот здесь вот тоже все поощущая вот это вот прямо чернота видите надо пойти еще наверно взять ножнички ой не ножнички а этот скальпель ну как присосался корешочек ладно не буду его отрывать вот это все надо убрать до светлого состояния пошла еще за скальпелем друзья друзья у меня как всегда как работала скальпелем в общем-то видео не заснялась почему-то посмотрела а там видимо в общем неаккуратно включила ну в общем смотрите я всю черноту поснимала он постаралась конечно снять вот запшикала пока перекиси видите она еще влажная вот и поставила кашпо помыла поставила вон камень который привезла и такой калыш из турции налила на дно воды и в общем вот так вот поставлю пускай она немножечко подсохнет а я пока пойду вымою вот это фундазол которую я мазала вот эту вот орхидейку чтобы вот эти вот микробы если есть на это орхидейки там какие-то паразиты или что там ну не знаю микрофлора не попала на эту орхидейку разведу новый и как только она подсохнет я ее намажу этим фундазолом и вот так вот поставлю и она будет стоять у меня она в общем на доращивание корней будем растить новые корни и будем за ней наблюдать и смотреть что у нас получится ну а пока пускай сохнет ну что дорогие друзья моя орхидейка подсохла смотрите все высохло вот хорошо и я тут развила хундазол сейчас я ее намажу и поставлю я тут нашла себе вазочку вернее вазочку а емкость от старого миксера и поставлю сюда эту орхидейку поставила два камушка эти камни перед тем как использовать я их хорошо промыла и прокипятила ну они же все таки морские чтоб немножко убрать соль и сейчас вот вот эти все места хорошо намажу и поставлю ее на доращивание корешков и завтра послезавтра я ее смажу листочки попшикаю побрызгаю или смажу янтарной кислотой буду каждые 10 дней опрыскивать ее янтарной кислотой чтобы помогать ей немножечко восстановиться вот всю шею замазала я не замазываю максимом потому что один раз я попробовала максим и он мне все общем все корни которые там были все высушил так высушил что орхидея в итоге и здесь цветоносики замажу вот в итоге она погибла все корни погибли поэтому пользуюсь сейчас в основном фундазолом очень хорошо кстати помогает некоторых о моих орхидейках я уже попробовала этот метод вот так что сейчас на этой орхидейки ну вот друзья я везде все замазала и теперь будем наблюдать поставлю и я думаю что она подсохнет она вот этот вот камушек вот так чтобы она не соприкасалась с водой как она будет стоять смотрите надеюсь вам видно сейчас возьму камеру в руки покажу вам вот так вот выглядит она весьма там у столичка водички и вот так вот она будет стоять можно было бы конечно воды налить поменьше и поставить ее пониже чтобы листочки более когда будут набираться турбера чтобы они получше в общем ну вот чтобы не знаете такие вот стоячего такие вот были сейчас я попробую посмотрю что получится в общем вот так вот выглядит я поставила немножко другой камень и слила немножко воды и в общем вот так вот у нас будет стоять у меня будем наблюдать за ней буду вам показывать что будет происходить выживить значит выживет не выживет даже не буду заморачиваться пойду куплю себе новую потому что когда растения мои погибают я уже решила для себя не расстраиваются потому что расстраиваешься до такой степени что потом аж плохо себя чувствуешь очень решила в этот раз что дано то дано выживет значит выживет конечно буду делать для все для того чтобы она нарастила корешки и выжила в общем вот так вот она выглядит вот так она стоит все друзья через завтра или послезавтра я смажу ее янтарной кислотой побрызгаю вот или смажу просто листочки янтарной кислотой и дней через десять вам покажу посмотрим ну итог если будут ли какие-нибудь двиги чтобы с ней будет происходить конечно за пару дней навряд ли что-то получится я даже не надеюсь что она за пару дней что она пустит какие-то корешки но за 10-15 дней может быть точно что-то пустит посмотрим друзья будем наблюдать на этом заканчиваю свои видео спасибо что вы были все со мной вот не забывайте подписываться на канал нажимайте на колокольчик и до следующих встреч всем пока пока